Ветеранов на Макаренко, как и в целом по городу, осталось немного. И вниманием они не обделены, уверяют в микрорайоне. Напротив, у каждого из них есть свой график мероприятий. Особенно участников Великой Отечественной ждут в школах, чтобы подрастающее поколение. О войне, которая унесла жизни 27 миллионов солдат, услышали из первых уст. Это победа века. И то, что мы помним и учим это, это всего лишь маленькая доля того, что мы можем это сделать на сегодняшний день. И с каждым годом становится все меньше и меньше. Но мы должны это помнить, пронести через века и донести это всем оставшимся дальнейшим поколениям, которые у нас будут. Накануне депутата городского собрания Сочи Роман Кирюшин и Николай Федорченко прием ветеранов Великой Отечественной устроили в 20-й школе. Вот и сегодня для дорогих гостей совместно с педагогами и гимназистами организовали самый настоящий концерт. Ребята исполнили для ветеранов песни военных лет, а также провели экскурс в начало 40-х. Ведь и сами ветераны, говоря о победе, так или иначе возвращаются к ее началу. Доволью Москва! Ветераны и участники Великой Отечественной день победы считают и днем скорби. Вспоминая ужасы, пережитые на поле боя, победители желают молодежи лишь мирного неба. Чтобы мир был на земле и не кончался. Это уже 71 господинец. И хотелось бы, чтобы наши дети, которые, которые, они забудут, наши затеньки, чтобы любили свою родину, изучали свою родину. И их вызывают быть патриотами родины, патриотами своего дома, своих родных, своей гимназии, школы. Готовясь к встрече с ветеранами, школьники подробнее изучили историю Великой Отечественной. Больше узнали о блокаде Ленинграда, о Великой битве под Москвой, о 50 днях сражения на Курской дуге. Рассказали ребята младшим товарищам и о героях Советского Союза, об их подвигах, и о том, как они не сломились перед лицом врага. А песню «Бухенвальский набат» для гостей исполнил хор учителей. Не обошлось и без традиционного для ветеранов вальса. Сам же День Победы, обещают народные избранники, не обойдется без солдатской каши и полевой кухни. Субтитры создавал DimaTorzok